Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. Последняя серия у нас была не очень удачной, как минимум, потому что у нас в заднице находится ледяная стрела огромного размера и такая же в пояснице. Кроме того, мы тут встретили форт магов, которые совершали какие-то грязные и темные свои ритуалы, но мы их всех вырезали, причем пару магов не без большого труда. Кроме того, где-то вон там летает дракон, вполне возможно, что сейчас он ужинает нашей лошадкой, потому что, судя по всему, вечер, да? Да, 6 вечера. Нам же нужно направляться на север, но какую именно дорогу выбрать я пока не решил. То ли пойти отсюда и по дороге заскочить в Виндхельм, то ли пойти отсюда и по дороге в Вайтране продать все добро. Не знаю. Я думаю, мы пойдем к Виндхельму, потому что, в принципе, расстояние, что до Вайтрана, что до Виндхельма одинаковое, но при этом в Виндхельме мы не были, а это значит, что там повидаем что-то нового. Единственное, что меня угнетает, то что моей лошадки у меня нет. Поэтому придется все пехом. Но вы же любите путешествия, не меньше меня. И какая еще игра передает дух приключения лучше, чем это? Правильно. Поэтому пора в путь дорогу. По этой тропинке. Надеюсь, больше нам кровавых драконов не встретится, потому что я с ними не справляюсь. Я не могу убить их. Кстати, сколько у нас там стрелы-то осталось? 5 стрел осталось. Какой позор. А это что? Путешествие, похоже, откладывается. Мы видим что-то хорошее. Я так понимаю. Только вот как туда попасть? Я думаю, вот так. Вы уже чуете, да? Это очень интересно. Судя по всему, там обитают те же самые маги, что и в форте, потому что очень уже близко расположено. Надеюсь, меня не стечет... Ой, не стечет, говорю, не снесет течение на камни внизу, потому что это будет неприятно. Так, а это что? Блин, куда не пойдешь, везде что-то находишь. Вот это вот насыщенная игра на детали. Жир тролля. Тут тролль, что ли, живет? Или охотник на троллей? Ладно, сносится, конечно, не по-детски. Ну да ладно. Заброшенная тюрьма. Заброшенная. Жуть какая. У нас, конечно, нет лука. Поэтому все может быть очень сложно и печально. Ну, давайте осмотримся. Постоянно, как я скажу, что нам пора двигаться куда-то вдаль. Мы находим какое-то новое место. И путешествие откладывается. Но в этом весь Скайрим. Как, в принципе, и вся серия. The Elder Scrolls. Всегда она была про это. Про приключения во всяких заброшенных криптах. Мне ничего не остается, кроме как спрыгнуть, похоже. Так, давайте сохранимся. Сильная зелья лечения. Надеюсь, она мне тут не пригодится. Железная секира. Напиток регенерации. Хорошо. Это куда ведет? Неужели тут был спуск? Да. Слона-то я и не приметил, как говорится. Это что такое? Кстати говоря, те люди, которые говорят, иди, мол, там, по сюжетному квесту проходи. Вы, пожалуйста, узнаете себе игру и проходите сами, как вам нравится. Потому что мое прохождение, это мое прохождение. Я играю исключительно так, как нравится мне. И, судя по всему, именно за это очень многие любят мое прохождение. Потому что я не упираюсь во что-то одно. Но, если же кому-то не нравится, в принципе, хотя бы скачайте игру, если покупать настолько влом. Или найдите другое прохождение, где там народ, как мальчики, накачаются и тупо пробегают сюжетку за пару-тройку серий. Ну, не за пару-тройку серий, это, конечно, преувеличил. Но ломится вперед. Тут не в этом суть. Так. Слабый яд, зелье силы. Имперский щит. Имперский меч. Что-что так мало-то стоить? Приказ стража. Нельзя выпускать узников, так что либо убейте их, либо пускай тонут. В любом случае, все стражники должны как можно скорее эвакуироваться. Шторм скоро смоет этот форт в реку. И будь я проклятый, если мне придется докладывать, что под моим надзором погиб целый легион. Выполняйте приказ. Понятно. Вот что тут случилось. Интересно, мне они убили узников? Или они до сих пор здесь? Узники, я имею ввиду. Стража-то, я думаю, ушла. Потому что их следов присутствия тут не обнаружено. Но сдается мне, что узников они убили. Идти сейчас в виде нежити. Бродит здесь. Коридором. Не зная покоя. Так, что из меня торчит? Да, все еще торчит. Ой. Это кто такие привидения, что ли? Ладно. У меня рука сама тянется записаться еще раз. С привидениями я такими еще ни разу не сталкивался. Была, конечно, мать дымок, который убивал меня с двух ударов. Ты посмотри, да? Вообще, как... Мирные, немирные. План побега. Приближается шторм. Я чувствую, вода все сильнее сочится сквозь камни. И сейчас самый подходящий момент. Когда наглянь шторм, стражники засуетятся, пытаясь понять, что с нами делать. В общем, переполохи нам надо одолеть тех, что будут на посту возле наших камер. И отстоять вход в тюремный блок. Нам нужно продержаться, пока я не добуду меч и не выломаю водосточную решетку в углу своей камеры. Тогда путь к свободе будет открыт. Все плывете вниз по течению, а там найдем, где укрыться. Понятно. Так, я, пожалуй, сохранюсь и не прячусь попробую подойти к этому привидению. Вполне возможно, что оно мирное. Так, разговор не получился. Это, похоже, вертуха и местные. Стальной меч, деньги, отмычки. Интересно, откуда я это беру. Никто плазма. Прям как в охотниках из привидения. Так, ладно. Надо прятаться, короче говоря. Они немирные. Кто тут выломал решетку? И где это? Где-то здесь, я думаю. Вот она. Вот он, выход. Но сюда мы пойдем попозже. Сейчас нам нужно разобраться с этими парнями. Я верю. Так, вино возьмем все-таки. Экстоплазма, как и пакость, да? Да, сидим. Восстановление магии. Понятно. Хорошо. Это, похоже, узники местные. Откуда узников деньги? Я не знаю. Может, это какие-то VIP были узники. Сложно сказать. Ладно, там у нас место для побега уже есть. Что у нас здесь? Сундук. Сундук от всегда хорошо. Особенно, когда в нем 4 отмычки лежат. И 50 септимов. Так, ладно. Тут какой-то шкаф. В нем, возможно, что-то хорошее. Нет. Четыре ботинки потные. Ага. Что-то ты как-то буксуешь на лесенках, братюня. Упс. Да вставай ты. Три раза нажал вставать. Так, тихо. На входе мы подобрали сильное зелье лечения. Пришла пора его использовать. Да, не очень хорошо все прошло. Золото, эктоплазма. Порочеки. Жал, нет. Пожалуй, не возьму. Блин, ты посмотри. Пора сохранить. Тут, насколько я понял, как в Demon's Souls. Каждый враг может стать последним. Есть кто играл в Demon's Souls. Он знает, о чем я говорю. Конечно, сложность тут несоизмеримо ниже. Там натурально адов ад. Так, взяли маги. Полтянный шкаф, в котором чья-то потная одежда. Лежанка. Золото. Хорошо. Неплохо так затарились. Тут, похоже, все, да? Местная библиотека, что ли, какая-то была. Хорошие книги есть. То есть, полезные. Так-то они все хорошие. Я вообще удивляюсь... О, слитки мне пригодятся. Удивляюсь, сколько труда вложено в эти книги. Вот, это хорошо. Возьмем. Сундук уровня мастер. Скорее всего, его я не смогу взломать. Потому что ломается от малейшего прикосновения. Это печально. Да, блин, как ломаешься-то. Тихо. По-моему, нащупал. Бляха. Да, блин, от малейшего прикосновения ломается. Ладно, нахер тебе. Хоть навык взлом повысили. Все, давайте попробуем воспользоваться путем побега. Больше тут делать нечего. Вполне возможно, что в этом сундуке что-то хорошее лежало, но что ж поделаешь. Если у меня навык не так хорошо пока раскачан. Настраивать, надо сказать, на определенный лад. То, что тут скелет лежит. Видимо, не очень хорошо все у них получалось. И все, похоже. В бочке красное яблоко. Все, выходим. В принципе, была интересная локация со своей историей, со своими монстрами. Мне такое нравится. Боэтия. Деидрический принц коварства. Я думал, это женщина. Оказывается, нет. Полузмея какая-то. Хотя это, может, вообще не она. Потому что там вроде как грудь торчит. Это не тот принц явно. Так, где это я? Оказался. В очередной раз. В непонятках. Ладно, нам нужно Виндхельм. Но с водопада прыгать, я думаю, будет не очень умно. Посмотри, какая высота, да? Это у нас не второсортный голливудский боевичок. Ох, неужто тут цивилизованная местность? И там какие-то домики. Неужто я выбрался? Дождик идет противный. Сколько вообще часов-то? Десять вечера? Блин, дайте мне переночевать, ребята. Какая-то водяная мельница, похоже. Да, небольшое поселение. Лесопилка, скорее. А не поселение. Дом Джилфри. А давайте зайдем. Вдруг там что-нибудь интересное. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Строгое. Мне это нравится. Тут вокруг полно отличного дерева. Но я просто не могу заготовить все одна. Все остальные ушли воевать. А если лесопилки не будут работать, откуда солдатам брать стрелы? Но люди этого не понимают. Ладно, спи, солнышко. Я не буду тебе мешать. Одна баба осталась. Одна. Вот лесопилка. Но работает тихо. Это дракон или это гром? Я уже боюсь. Я слышу дракона. Блин, где бы мне переночевать, переждать от момента? Слышите, да? Хозяева, пустите переночевать. Меня дракон сейчас убьет опять. Сколько я уже от них могу бегать? Так, а тут никого нет. Ну да, она же говорила. Народ бухал, похоже, да? Медовухой упивался. Ладно, хоть поспать можем. Десять часиков поспим. До восьми утра. Надеюсь, дракон к тому времени уже уйдет. Улетит. Ненавижу этих кровавых драконов. Я думаю, уровня на тридцатом. Я с ними как-то смогу справляться. Но пока что, честно говоря, это сложно. Так. Давайте покушаем. Блин, из меня вся эта хрень торчит. Выпьем вина. Ух ты. Запеченные яйца. Давайте покушаем. И двинемся дальше. Блин, ты посмотри. Бештекс. Винцом запьем. Жареную рыбу съедим. Оленины. Это чай хобот. Сырой не будем. Хлеб. И пирогом. Это опуза нажрались. Все, можно уходить. Спасибо вашему дому. Мы пойдем. Тихо. Мы пойдем в другом. Это просто кинжал. Надеюсь, погода наладилась. Не люблю дождь. Нет. Ладно. Жаль, лошадка моя так и не появилась, похоже. Да. Так, и куда нас ведет эта дорога? Дорога нас ведет, похоже, к Винтхельму. Вот хорошо. Баран. Баранов-то сколько. Тихо. Тихо. Мне показалось, я соблю зубы слышу. Я, в принципе, могу с ним справиться, но это будет довольно-таки сложно. Придется как минимум пару аптечек. О, ёпт. Твою дивизию. Вот напугал охренеть. Блин, а вы берите в хорроры играй. Надо... Блин, хочу от хорроров отдохнуть маленько. Так вот в таких играх теперь пугают до усрачки. Медведи, значит. Лисичка. Непуганная. Так, волк. Волков я уж не боюсь. Блин, меня, конечно, раздражает то, что во мне торчат эти стрелы. Ждем выхода патч. Что-то вижу. Что-то вижу. Я думаю, нам надо записаться и потихоньку краситься к ним. Возможно, это бандиты. Хотя... Че больно краситься-то? Какой-то форт опять. Опять маги похожи, да? Я не уверен, что я хочу еще раз к магам. Мне одних хватило. Ну-ка, давайте попробуем одного убить. Какого они уровня примерно. А их тут до хрена. Ой, сколько у вас тут елки-палки. Ладно, уходим. Не будем влезать. Пусть себя занимают своими бесчеловечными экспериментами над людьми. Последний раз, когда мы к таким наведывались, это было не очень хорошо. Куда мы забираемся? Опять какие-то горы. Опять снег. Опять холодно. Ладно, хоть теперь у меня главный убор хоть какой-никакой есть. Мне нравится вообще такой. Капюшон. И куда я пришел? Придется, похоже, по бездорожью переть. Мимо этих долбанных магов. Возможно, я попозже к ним приду, когда будет настроение. Сейчас, честно говоря, не очень охота. Зайчик. Так. Ой, блин, как я далеко забрался. Сейчас надо к речке спуститься и по берегу идти направо до упора. Таким макаром мы попадем в Виндхельм. Вот у нас речка. Ты кто? Ты кто такой, мать твою? Что ж мне так не везет на вас? Но он меня уже увидел. Прокляни тебя! Ассасин! Ты что, ассасин? Гранат. Записка ассасина Темного Братства. Ваша цель... Ну, это, видимо, мое имя. Поп-коп. Подлежит уничтожению любым способом. Было проведено Черное Таинство. Видимо, кому-то этой личности очень мешает. Мы уже получили оплату по контракту. Провал недопустим. Астрид. Надо будет найти Астрид из Черного Братства и убить ее. За то, что она так с нами. Давайте-ка ее возьмем. Отмычки. Двимерский меч. Хорошая штука. Блин, жалкость, а нельзя взять твою одежду. Вполне возможно, она бы мне пригодилась. Ладно, идем по берегу. Спереди волки. Так, блин, нет-нет-нет-нет-нет-то. Волки, бегите. Говорил же, бегите. Круто. Кританул еще по нему. Че-то мне это не нравится. То, что меня Черное Братство заказало. Мне говорили, что в него можно вступить. Теперь я не уверен, что у меня получится. Я даже не пойму, в связи с чем. Они так на меня ополчились. Ладно, и тут у нас новое поселение. Судя по всему, такое же большое, как Виндхельм. 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 Есть, собственно, разница. Ох, и неужели мирные люди. Как я уже изголодался по обществу человек... Человеков. Добрый день. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся узнать друг друга лучше. Че? Глубочный. Отец мой всегда говорил, что глупо волноваться о том, что изменить не можешь. Так-то да. Мудрый совет. Хорошо. Это, видимо, вход. Какая стуженая локация. Что это за место вообще такое? Лед и хитин. Это у меня поднимет. Навык легкая броня. Отлично. Возьмем. Куда я попал вообще? А, ну понятно. Я могу просто напрямую пройти. Но тогда бы книгу это не нашел. Все знают, что мальчишка Аретинов проводит какой-то ритуал, чтобы вызвать к темному братству. Кто ему помешает? Я точно не хочу в это лезть. Кстати говоря, так, ну-ка подожди. Да, Авентус и Ретина как раз же у нас давайте-ка мы вот это пока выключим. Мы все равно сейчас в городе находимся. И вот это поставим. Где-то здесь он находится, в этом городе. Значит, где-то здесь и темное братство. Вполне возможно, сейчас мы с ними разберемся. А возможно, мы вступим туда и тогда они перестанут. Не испытывай меня, эльф. Да пошел ты. Добро пожаловать в Виндхельм. Будем надеяться, это интересный город. Конечно, мне не нравится, что он весь замерзший какой-то. Ну да ладно. Пока что мне больше всего понравился Вайтран. Хотя, в принципе, здесь все городишки довольно-таки уютные и красивые. Городишки, деревеньки. Блин, грузись быстрее. Этот Фрапс, конечно, почему-то во многих... туда, где вас не ждут. Едите нашу еду, отправляете наш город своим присутствием и отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому мы не встаем ни на чью сторону. Так может, эти серокожие не хотят воевать потому, что они шпионы империи? Шпионы империи? Ума лишился. А вот сегодня ночью мы это и проверим. Мы знаем, как добиться правды от маленького шпиончика. Ненавидишь темных эльфов? Будешь насмехаться над нами и гнать прочь? Да нет. Я не питаю ненависти к вашему народу. Тогда ты здесь долго не задержишься. Виндхельм оплот шовинизма и дискриминации этот город тебя не достоин. Похоже, эти норды доставляют тебе неприятности. Все как всегда. Многие норды Виндхельма нас не любят и роль в первую очередь. Как напьется, так под утро идет гулять по кварталу серых, выкрикивая оскорбления. Представляешь, какой душка? С чего бы кому-то думать, что ты шпионка? Некоторые норды придумают какой угодно повод, чтобы смотреть на нас свысока. И не только на темных эльфов. Органиан они тоже презирают. Да и вообще любят запугивать всех, кто не норд. Вонят. Доброго пути. Так, сохранимся. Нам нужна таверна. Вот, похоже, и она да. А это холл. Тут местный мэр, я думаю, обитает. Или как он у них тут зовется Эрл. Так вот, по-моему, то, что мне нужно. Музей. Музей мне пока не нужен. Музей мы оставим на следующую серию. Ты посмотри, да как вы все замерзшие. А, это все-таки таверна. Круто. Надо переночевать. Привет. Приятно чувствовать себя на твердой земле. Не могу не согласиться. Почему твоя гостиница называется Очаг и свеча? Так-то логично. 163 года назад. Когда до его сына Декарта дошли вести о гибели отца, он зажег эту свечу, чтобы почтить его память. Никто не может сказать почему, но свеча горит до сих пор. Ладно, я хочу снять комнату. Хорошо. Она твоя на день. Покажи. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Так, секунду. Что это такое? У меня на рабочий стол вышло. Короче говоря, тут у меня игра почему-то покрашилась на рабочий стол, но в общем на этом я думаю завершим эту серию. Вот наша комната, тут мы переночуем, в следующий с утра начнем осматривать этот город, возможно найдет тут что-то интересное, а потом когда разберемся со всем этим, ты куда зашла? Закрыта дура. Короче, потом уже двинемся по нашему сюжетному квесту. Я думаю это тоже будет интересно, но сейчас пока что у нас главное это виндхельм, нам нужно продать наши предметы, маленько в нем освоиться, попробовать найти темное братство, короче, на очереди виндхельм, будем осваиваться. С вами был Артур, надеюсь вам все нравится, всего хорошего, пока-пока-пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова